Нацвопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций. Канада приходит с отрицательным смыслом. Всем нам, конечно, памятно прошлогоднее чествование украинского эсэсовца в канадском парламенте, когда и премьер Трюдо стоя аплодировал нацисту, да и сам Джастин Трюдо в лагере наиболее агрессивных антироссийских политиков. Но что представляет Канада? Что мы знаем о ней? Насколько она зависима от Соединенных Штатов? Какие народы ее населяют? Уже упомянутый Квебек, что там происходит сейчас? Насколько сильна украинская община и ее значение в канадской жизни? Мы знаем об этом еще со второй половины XX века, а может быть и раньше. Что актуально сейчас и как они влияют на политические процессы, на внешнюю политику в Канаде? Вот много вопросов. Сегодня будем разбираться с нашим экспертом, ведущим экспертом, директором Центра канадских исследований, профессором кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета, ведущим в нашей стране специалистом по внутренней и внешней политике Канады, доктором исторических наук Юрием Акимовым на прямой связи из Санкт-Петербурга. Юрий Германович, приветствуем вас в эфире Вести.ФМ. Добрый день из Санкт-Петербурга. Юрий Германович, прежде всего Канада с точки зрения национального вопроса. Кто такие канадцы? Кто такие канадцы? Это вопрос очень сложный, потому что Канада возникла как результат смешения очень многих культур, очень многих народов, очень многих языков. Но если попытаться ответить кратко и, по крайней мере, попытаться ответить так, как любят, скажем так, отвечать канадцы на этот вопрос, то они отвечают так, канадцы это не американцы. Вот это ключевой момент, они как бы определяют себя от противного, да, они живут рядом с Соединенными Штатами и вот всегда подчеркивают, что канадцы это не американцы и Канада это не Соединенные Штаты Америки. При этом, да, большая часть по демографии, да, население Канады, она как раз сосредоточена, ну, условно говоря, вдоль границы Соединенными Штатами, да, в южной части. Совершенно верно, канадцы все живут, при том, что Канада это очень большая по территории страна, это вторая страна по территории в мире, но действительно ее население, оно не очень велико, там вот, ну, больше 35, но подбирается вроде бы к 40 миллионам человек, оно практически все сосредоточено вдоль довольно узкой полоски, вытянутой вдоль канадско-американской границы. Получается, что вот эта общность, как бы от противного не американцы, но в то же время все-таки английский язык, вот эта англосаксонская культура, мы поговорим о Квебеке, конечно, о французской составляющей, но она, вот эта английская составляющая в культуре Канады, в цивилизации, по сути, этой страны, она доминирует. Она доминирует, но опять-таки, вот, что было для канадцев тоже интересно, да, Канада довольно долго шла к своей независимости, в отличие от Соединенных Штатов, опять-таки, да, в Канаде, ну, практически не было революций, Канада долгое время была сначала колонией, сначала Францией, потом Великобританией, потом стала самоуправляющейся колонией, доминионом в рамках Британской империи. И вот, когда Канада боролась за то, чтобы отделиться от Великобритании, обособиться от Великобритании, то те люди, ну, кого можно, скажем, назвать канадскими, условно, националистами или канадскими патриотами, они как раз проводили политику, скажем так, сближения с Соединенными Штатами. Но когда это сближение с Соединенными Штатами стало уже чрезмерным, и когда Канада обособилась от Британии, обособилась от Британской империи, и, в общем, сама Британская империя, как мы знаем, после Второй мировой войны потеряла те позиции, которые у нее были раньше в мире, то, наоборот, канадцы, подчеркивая свою самобытность, стали подчеркивать свое британское наследие, которое у них сохранилось в большей степени, чем в Соединенных Штатах. То есть канадцы, например, очень гордятся тем, в отличие, кстати, от многих других бывших британских колоний, канадцы очень гордятся, например, своей монархической формой правления. Не надо забывать, что Канада — это государство, собственно, оно не единственное, но самое крупное государство западного полушария с монархической формой правления, что у них вот есть монарх, король, ну, сейчас король, раньше была королева, да, король Канады, они всегда это подчеркивают, это тоже очень важно. То есть не британский, а вот наш свой такой король. Нет, нет, что наш свой, да, он как бы работает, как я своим студентам часто объясняю, вы поймите, он, один человек, работает на нескольких работах по совместительству, да, вот как бы нынешний король, король Третий, он на самом деле не только король Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, но он работает по совместительству еще там где-то в пол, где-то десятка-полтора, наверное, стран, где вот он работает королем, и в том числе он работает королем Канады, вот можно сказать так. Вот эта такая форма организации жизни в культурном смысле все-таки подразумевает, что договорились-таки, да, что есть и французская составляющая. Тема Квебека, вот я думаю, вы со мной согласитесь, что в 90-е годы, в начале нулевых, эта тема была, ну, периодически очень острая, она обсуждалась активно, тема квебекского сепаратизма, стремление Квебека к независимости, а вот в последнее время мы как-то об этом не слышим так активно, может быть, они, эти процессы происходят. Вообще, как Квебек поживает, и что это за провинция такая особая? Квебек — это действительно особая провинция. С одной стороны, это одна из десяти провинций Канады, да, самая большая провинция, да, провинция весьма населенная, там порядка восьми миллионов человек проживает, там большая территория, три территории Франции по объемам ВВП, если бы там Квебек сравнивать с суверенными государствами, но он бы потянул на такое среднее, западное европейское государство, там типа, ну, Португалии, скажем, или там Дании, например, скажем, больше нашей соседки Финляндии, существенно, кстати, больше по промышленному, производственному, по населению, как я уже сказал тоже. Вот, и в этом смысле, да, и самое главное, что население Квебека, это в основном потомки французских колонистов, которые переезжали в Северную Америку еще в 17-м начале 18-го века, так вот, они сосредоточены в Квебеке, и провинция Квебек, провинция Квебек, это на самом деле не совсем провинция, это как бы такое, ну, государственное образование, да, вот этой вот франко-канадской, ну, или как они сейчас больше любят говорить, франко-квебекской нации, они себя считают отдельной нацией, да, в рамках Канады, но отдельной нацией. Квебек долгое время был таким довольно депрессивным и отсталым регионом в Канаде, по разным причинам, это долгая история, сейчас не буду в нее углубляться, но где-то с 60-х годов 20-го века там началось довольно сильное движение и национального возрождения, и такого экономического роста, тоже национального, провинциального экономического роста, да, то есть они стремились всячески поставить вот эти провинциальные политические институты Квебека на службу, как бы, франко-канадской нации, да, говоря о том, что вот, например, у нас там нету некрупных бизнесменов, ну, не было исторически среди франко-канадцев, там очень богатых людей. Так вот, давайте мы нашу провинцию сделаем таким вот главным бизнесменом французской Канады, давайте мы, ну, вот нехорошее слово национализируем, не национализируем, а провинциализируем нашу, там, скажем, промышленность, да, и вот заставим ее служить нам. И был довольно действительно мощный подъем, был довольно мощный подъем, и на волне, как бы, этого подъема было и движение, его часто называют сепаратистским движением, Квебекцы обижаются, они говорят, что это движение не сепаратистское, а суверенистское, да, от слова суверенитет. Ну, как бы, пусть они выбирают те термины, которые им больше нравятся, но, так или иначе, оно было довольно сильным в 70-е, 80-е и 90-е, и чуть-чуть в начале нулевых, и было две самых, было два кульминационных момента, это два референдума о суверенитете. Первый референдум 1980 года и второй референдум 1995 года. Первый референдум был, ну, относительно более спокойным, относительно более спокойным, там 40% участников проголосовали за суверенитет, 60% против. Второй референдум 1995 года был гораздо более нервным, потому что там расклад был, ну, почти 50 на 50, ну, то есть 49 за и 50 целых с небольшими долями против. Вот после этого, после второго референдума движение суверенистское, оно несколько пошло на спад, тоже по разным причинам. Одна из важнейших причин, это причина экономическая, причина экономическая, потому что, действительно, экономика КВБК, ну, достаточно сильно, как бы там ни говорили о североамериканской интеграции, все равно она довольно сильно зависит от общеканадских экономических процессов. Там были сделаны определенные вливания, в том числе и для того, чтобы, как бы, объяснить широким массам, с одной стороны, и, скажем, провинциальной элите, с другой стороны, что все-таки вот экономическое, скажем, положение, оно будет более стабильным, если провинция останется в составе Канадской Федерации. С другой стороны, вот это, не знаю, может быть, такой мостик уже к дальнейшему разговору, специфики, скажем, канадского федерализма, канадское правительство пошло по пути расширения прав субъектов федерации, при том, что этими правами, которые канадское правительство предоставляло, пользовался в основном КВБК, да, то есть формально права давались всем, то есть, как бы, никому не было обидно, правительство предоставляло всем провинциям, всем регионам достаточно широкие права, но, как бы, все понимали, что никто, кроме КВБК, этими правами, по большому счету, пользоваться не будет, не захочет, потому что это, ну, не очень нужно. Для КВБК это важно. Что мы имеем в КВБК сейчас? Значит, в КВБК сейчас, вот буквально последние несколько лет, происходят тоже довольно интересные события. Значит, на протяжении примерно полувека там, как бы, вот шла довольно жесткая борьба. С одной стороны, были сторонники суверенитета, вот эти вот суверенисты, ну, или сепаратисты, интересы которых долгое время выражала, так называемая, КВБКская партия, и были сторонники федерализма, так называемая либеральная партия КВБК, вот, как бы, условно их называли синяя партия и красная партия. Вот они, значит, примерно полвека, они друг с другом выясняли отношения. И в 2018 году КВБК сам это, видимо, надоело, и появилась новая политическая сила, она называется коалиция, у нас иногда переводят коалиция за будущее КВБК, ну, или просто коалиция будущего КВБК, во главе с Франсуа Легу, который предложил третий путь, да, давайте мы все-таки останемся в составе Канады, но будем именно развиваться как такое вот автономное сообщество, сильное автономное сообщество со своими национальными особенностями, которые мы отстаиваем и которые мы продвигаем. Вот такая идея третьего пути, она оказалась вполне востребована, по крайней мере, в 2018, мы там были выборы, в 2022 году, как бы, большинство КВБК эту идею поддержало. Ну, посмотрим, что будет дальше, но, по крайней мере, вот сейчас ситуация складывается именно так. Юрий Германович, очень мало времени до конца первой части. О французском языке, насколько он в Канаде представлен за пределами КВБК, насколько необходимо его местным жителям знать? Ну, опять-таки, его местным жителям необходимо знать, если вы хотите сделать карьеру в федеральных органах власти. Канадское федеральное правительство позиционирует себя как двуязычное Канада с 1969 года, официально двуязычное государство, в нем два официальных языка, английский и французский язык. За пределами КВБК, за пределами КВБК, франкоязычных сообществ не так много. Они есть, они есть, и их положение тоже всегда было инструментом, что называется, торга или инструментом борьбы, а как бы вот что будет с ними, если там КВБК, не дай бог, захочет провозгласить суверенитет. Значит, с этими меньшинствами довольно интересная ситуация в последнее время, потому что, поскольку, ну, понятно, они не потому, что их там насильно кто-то ассимилирует, да, ну, понятно, что они подвергаются такой, ну, в достаточной степени естественной ассимиляции, и федеральное правительство, которое тоже всегда пытается на себя перехватить роль защитника, там, всех канадцев, да, защитника, там, канадской самобытности, защитника канадского двуязычия, оно сейчас, вот есть программа, специальная поддержка франкоязычной иммиграции не в КВБК, да, для того, чтобы вот эти меньшинства не становились, не становились еще меньше. Еще меньше. Еще меньше. Об этом... Да, такая политика проводится. Поговорим и о меньшинствах, о различных диаспорах, которые живут в Канаде. Информация из Канады приходит, и о ней мы вынуждены иногда, чаще всего, вот, к сожалению, в отрицательную смысле за последнее время сталкиваться с этой информацией. В любом случае, знать Канаду мы должны. Сегодня мы благодаря нашему эксперту, профессору Санкт-Петербургского государственного университета, доктор исторических наук Юрия Акимова, будем знакомиться и дальше с национальными отношениями в Канаде. Нацвопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.